Снегири прилетели на улицу воинов-интернационалистов в Губкине. С наступлением зимы жители этого района наотлично оценили творческую задумку. Птиц называют прекрасными, а мрачная арка превратилась в арт-объект. Всякая гадость была написана, а сейчас сделали очень красиво. Приятно заходить в арку, приятно освещенное, приятно подходить, проходить даже приятно. Душа радуется. Мурал со снегирями не единственный. На улице Раевского тоже расписали арку. На розовом фоне вам улыбаются Крош, Бараш, Нюша и Ёжик. Мимо такого волшебства ходить в детский сад одно удовольствие. Дети довольны, потому что их любимые герои нарисованы на стенах. Ну вот, счастье было. Все подходят, фотографируются, такие довольные. Рисунки в арках появились в регионе недавно. Жилнадзор запустил пилотный проект, по которому управляющие компании согласие жильцов могут превратить арки домов в привлекательные городские пространства. И надо сказать, что этим здесь не ограничились. Проект «Образцовый подъезд» меняет отношение жильцов к местам общего пользования. Проект «Образцовый подъезд» уже три года. И в данном году, за 2021 год, было сделано по таким нормам свыше 300 подъездов. Сейчас прям так, я говорю, выйдешь из лифта, ёмки, палки, цветы. Жители дома номер три на улице Огушково решили, их дому очень нужна красота, а им хорошее настроение. УК помогла найти художника и финансировала задумку. Теперь там васильки и маки. И этаж точно не перепутаешь. Люди здесь как-то активные. Мы обсудили советы дома, обсудили, что мы хотим именно. Показали, связали с художником, получили эскизы. А это улица Кирова, дом 53. И здесь похожая история. Жильцы дома захотели и с помощью УК воплотили. Из шести эскизов выбрали самый милый и добрый. Ходили, говорили, что красиво, дети рассматривали нашего замечательного кота. Чем меньше дом, тем проще договориться, тем больше дом, тем сложнее договориться. Наш дом небольшой, относительно всего лишь 35 квартир. Задача максимум сохранить. Следить, чтобы картины не портили вандалы. Для этого установили камеры видеонаблюдения. А всем, кто загорелся идеей сделать свой дом ярче и краше, нужно найти единомышленников среди соседей и всем вместе предложить идею своей управляющей компании. Оксана Черных, Никита Дереглазов. Такой день на мире Белогорья.